О масленичных традициях и не только мы сегодня поговорим с руководителем студии живой истории Хронотоп Виктором Воронкиным. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, очень приятно всех видеть. Взаимно. А я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира. Это значит, что вы можете дозвониться по телефону 8 495 508 86 84 и задать вопрос Виктору по теме сегодняшней программы. А говорим мы сегодня о масленице. Виктор, мне кажется, все знают, что такое масленица. Но при этом для кого-то это языческий праздник, для кого-то подготовка к Великому посту. А вот на самом деле, кто больше прав? Первые или вторые? Ну, одно не исключает другого, потому что мы знаем о том, что масленица это довольно архаичный такой праздник, который пришел к нам с языческих времен. Церковь с ним пыталась бороться, но потом решила интегрировать свой календарь. И сейчас мы знаем масленицу, которая в православной традиции носит название сырной недели. Раньше, насколько я знаю, ну сейчас вернее, начало масленицы связано с началом Великого поста, да? То есть дата масленицы зависит от этого. А как раньше было? И более того, с даты Великого поста, начало Великого поста связано с датой Пасхи, которая плавающая. Как раньше было сказать довольно сложно, и все вот эти вот языческие спекуляции, они довольно неоднозначны, потому что письменных источников о временах языческого празднования, каких-то солярных праздников до нас достоверных не дошло. Есть предположение, что до того, как православие вошло в полную силу на Руси, праздник был привязан к дню весеннего равноденствия. Опять же, мы можем говорить об этом только предположительно с точки зрения академической науки. И почему мы делаем такие выводы? Потому что очень много солярных элементов, солярных каких-то мотивов, это и сожжение чучела, огненных колес, которые дублируются в таких очевидно солярных праздниках, как Иван Купала, летнее состояние, они очень сильно перекликаются. И поэтому многие исследователи фольфлора отождествляют масленицу тоже с солнечным праздником. А в свою очередь мы видим, что даже с учетом Великого Поста все это масленичные даты, они где-то вокруг марта ходят. То есть есть предположение о том, что масленица в какие-то более древние времена, до слияния с датой Пасхи и Великим Постом, значит, дата была привязана к дню весеннего равноденствия. Где-то, я так понимаю, до 17 века примерно с масленицей боролись, старались вот эти языческие традиции вытеснить. Да, есть письменные упоминания о том, что святые отцы пытались запретить гудение, различные гуляния, гудение в сапеле и игру на бубнах, бесовские плясания и в бубны стучания. Как-то так, это не до слова. Как вы думаете, почему не удалось вот эти традиции победить? Да, Иван Купала, тоже праздник, мы о нем знаем, но он не отмечается так широко, как масленица, да, даже в наши дни. Ну, мне кажется, здесь на поверхности, кто занимается фольклором, этнографией, могут вам легко ответить на этот вопрос, потому что происходит интеграция каких-то архаичных традиций в современный церковный календарь и в повседневной жизни они сохраняются. Они, конечно, утрачивают свое первоначальное значение, переходят в игровую форму, в какую-то действительно праздничную. Здесь можно, наверное, упомянуть историю про карнавал. В Европе карнавал, он соответствует как раз масленице очень близок по датам, то есть он перед началом Великого Поста в католической традиции точно так же. И там уже чучела не сжигают, там карнавал практически отделился от какого-то религиозного подтекста и проходит как самостоятельное действие. Там уже чистый праздник абсолютно без вложения какого-то символизма. У нас, наверное, мы еще не до конца не отделились, потому что традиции очевидны. Это выпекание блинов, сожжение чучела, различные гуляния, штурм крепостей. Кулачные бои даже проводим. Да, кулачные бои сегодня, кстати, четверг. Сегодня надо было? Да, да, да. Сегодня как раз разгул, великий разгул, и сегодня берутся штурмом снежные крепости. То есть не воскресенье, как сейчас у нас все вместе. Ну, ты вначале сказала о том, что сегодня первый день широкой масленицы. То есть первые три дня это узкая масленица, а сегодня широкая масленица, она открывается четвергом, четверг разгул. Разгуляй. То есть вот так. Зря мы все откладываем на последний день. Можно на самом деле было уже начинать. Опять же, мы же жители города, у нас получается такая история, что очень интенсивный городской ритм, он нам оставляет для такого отдыха, для празднования любого праздника, не только масленицы, всего лишь выходные. И то, о чем мы читаем в каких-то этнографических записях, записях филологов, которые собирали фольклорный материал, мы видим, что там целая неделя была. А иногда еще были, допустим, у белорусов там предмасленичные какие-то подготовительные праздники, были постмасленичные какие-то вещи, когда уже Великий пост начался. То есть это неделя полностью праздничная. И с четверга, с широкой масленицы, чем она отличается от узкой масленицы, еще Велите какие-то работы. Начиная с четверга, работы заканчивались, и это уже праздник-праздник. Но мы, конечно, себе такую роскошь позволить не можем. К сожалению. Поэтому приходится все как-то в один день и быстренько проводить. Да, и мы все эти традиции сжимаем, поэтому у нас в воскресенье все вместе. И блины, и теща, и кулачные бои все вместе. Но, с другой стороны, экономно получается. Да, в современном ритме. На самом деле, да, сейчас мы масленицу воспринимаем как все-таки встречу весны. А наши предки какой смысл в этот праздник вкладывали? Аналогичный или несколько иной? Ну, опять же, если мы обратимся к исследованиям профессионалов, что нам пишет, например, Владимир Яковлевич Проб, это известный советский филолог, исследователь, говорит о том, что очень глубокий символизм аграрный и очень глубокий символизм, как это сказать, поминовения предков. То есть поминальные ритуалы очень широко были распространены. Существует такое клише, что блин – это солнечный символ. Ну, и, казалось бы, тут очевидно, да, что он круглый, он желтый. Ну, да, кругленький, желтенький, да. Да, на солнышко очень похож. Горяченький. Да, но по исследованиям Владимира Яковлевича выходит, что блин мы встречаем, помимо масленицы, во всех обрядах, связанных с поминовением предков, с похоронами, различные тризды. Ну, и до сих пор на поминки люди пекут блины. Абсолютно точно, да. Причем уже непонятно, зачем он печется, какая связь между похоронами, которые не привязаны к циклу движения солнца, да. Тем не менее, он там фигурирует. Так вот, Проб еще в середине XX века писал о том, что блины надо рассматривать не как солярный символ, а как символ связи с ушедшими предками. И если мы посмотрим, покопаем глубже, этот материал, в принципе, широко доступен, мы увидим, что вот эти все взаимоотношения людей, живущих с людьми ушедшими, они в масленице очень широко представлены. Широко бытовало на опрощенное воскресенье посещение кладбищ, например. Есть отдельный праздник Радуницы, но в масленицу точно так же в XIX, начале XX века люди ходили на кладбище. Казалось бы, зачем? Вот филологи, фольклористы, они как раз подводят их анализ, дают результаты в результате то, что здесь очень сильна связь между потребностью в защите от людей, которые ушли. И в белорусском фольклоре есть, например, похороны деда. У нас масленица, женская кукла, кстати, о чем мы еще сейчас поговорим, про аграрную сторону, с очень яркими женскими признаками. Не случайно это, то есть? Не случайно, абсолютно, об этом я сейчас скажу. А в Белоруссии, допустим, похороны деда. И под дедом подразумевается некий предок, который попал в мир иной, и он может защитить своих потомков и оказать какое-то воздействие. Что касается аграрной стороны вопроса, то да. Даже если рассматривать традиции начала 20 века, мы видим то, что в эти дни заигрыш, значит, лакомка молодежь пыталась найти себе вторую половину. Происходило сватовство. Потом все вот эти вот игры на масленичных катаниях на санях, масленичные все штурмы крепости. Девушки имели возможность выбрать себе физически крепкого парня. То есть они смотрели, как ага, вон, мальчишки сражаются. Пойдет. Да, вот этот вот, он такой вроде покрепче мне как раз. Значит, происходило сватовство, которое потом на Красную Горку должно перерасти уже было в свадьбу. Вот я перебью, а девушка в те времена вообще право голоса имела? Пойду, не пойду? Ну, имела. Но, опять же, когда мы говорим про архаичное общество, нужно понимать, какое социальное положение, какой социальный статус. Потому что, допустим, чем ниже социальный статус, тем, наверное, было проще девушке. Чем выше социальный статус, тем, конечно же, там папа решал. Тут уже много всяких разных причин может быть. Поэтому определенная свобода была, но все это зависело от множества нюансов. Все было очень по-разному, как я люблю говорить. Вот. И возвращаясь к содержанию масленицы, надо понимать, что когда этот праздник был осмыслен, и те обряды и традиции празднования, которые мы сейчас тоже продолжаем совершать уже бездумно, когда они были наполнены смыслом, во многом в масленицу вкладывался подтекст связи с предками, которые должны защитить нас в новом году, и аграрной магии. То есть должен быть хороший, богатый урожай. Не случайно еще одна аналогия сжигания чучела-масленицы с воскресая, воскресая, воскрес... Богами, которые воскресали. То есть они умирали и воскресали. С Дионисом на Ближнем Востоке, с Адонисом, культ бога зерна, который умирал, потом возрождался. Здесь вот, видимо, прослеживается этот подтекст. И я уже говорил о связи с карнавалом, который перекликается как по времени, так во многом и по содержанию. Видимо, эти традиции празднования вот такого весеннего праздника с такой смысловой нагрузкой, они возникли еще в период того, когда европейские племена были достаточно едины. Мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Говорим мы сегодня о Масленице. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Здравствуйте. Владимир, здравствуйте. Очень приятно. Я из города Янцово. Вот, знаете, я как раз по поводу Масленицы хочу поговорить. Отлично. Давайте поговорим. Вот. Тут такая ситуация подходит, да? Вот Масленица, да? Вот с каких веков вообще Масленица у нас родилась? С каких веков? Пускай ваш молодой человек скажет. Вопрос понятен. Отвечаю. Достоверно мы не можем проследить начало возникновения Масленицы. Вот буквально две минуты назад я говорил о том, что если мы будем прослеживать нить вот этих праздников с подобным содержанием, то мы уйти можем глубоко вплоть до рубежа тысячелетий. Достоверно мы фиксируем традиции, праздники, обычаи, которые совершаются сейчас, начиная с момента появления этнографии. То есть это середина 19 века, когда начинают все это записывать и фиксировать. Насколько рано и как выглядела Масленица, скажем, тысячу лет назад, да, когда мы принимали крещение, или там полторы тысячи лет назад, когда у нас есть достоверные славяне, там шестой век нашей эры, а уж тем более две тысячи лет назад. Сказать однозначно сложно. Владимир, вы еще с нами? Владимир уже не с нами. Чувствуется, у него там, мне кажется, была еще какая-то часть вопроса, но придется задавать мне вопрос свои дальше. Владимир, если вы хотите вдруг задать вопрос или телезрители хотят присоединиться к нашему разговору про Масленицу, 8495-508-86-84. Видите, многие обряды, которые наши предки соблюдали, они перешли к нам. Вот мы уже сказали, взятие снежной крепости, сожжение чучела. Вот почему они остались? Ведь, да, обрядов было много, но именно эти сохранились. Вопрос понятен, и тоже этнографы довольно отчетливо дают ответ на этот вопрос, потому что традиции с изменением социального уклада, они исчезают тоже поэтапно. И одним из этапов является, как сказать, упрощение. Упрощение праздника, потеря его смысла. И если это сначала было какое-то религиозное событие, допустим, поклонение апогею солнца на день Ивана Купалы, с течением времени он у нас становится все более игровым моментом, смысл, который вкладывали предки, постепенно стирается, и эта традиция из обряда с каким-то религиозным подтекстом превращается просто в игру. И игра уже существует, а в дальнейшем эта игра еще может как-то переосмысливаться и дальше трансформироваться в еще что-то более простое. Как пример, я могу еще раз напомнить про Карнавал, который изначально тоже был аналогом Масленицы, и ему сопутствовали определенные религиозные ритуалы, но с течением времени он превратился в абсолютно светское событие. Вот наше общество несколько более архаично, и мы можем наблюдать то, что у нас традиции уже, мы не знаем, почему блин, мы не знаем, почему крепость, ну, видимо, олицетворение сил зимы. Ну, это вот так, на первый взгляд. Да, да, да. Ну, и чучело, соответственно, как символ зимы мы тоже воспринимаем. Хотя этнографы могут нам сказать что-то более интересное, более углубленное. Но сейчас это так, а, допустим, через 50, через 100 лет, скорее всего, люди уже будут помнить, что существует какой-то весенний праздник, а эти традиции могут трансформироваться еще во что-то. И это нормальное явление. К сожалению, меняется социальный уклад и меняется понимание о праздниках, меняется смысл, который вкладывается в эти праздники. Это неизбежно. 8-495-508-86-84. И у нас на линии снова Владимир. Владимир, продолжайте ваш вопрос. Еще раз. Добрый вечер вам. Это самое. Так у нас оборвался диалог. Да, да, да. Оборвался. Вот. И я хотел бы еще один вопрос задать. Один. Задавайте. Просто небольшой вопросик задать. Когда у нас вообще на Руси, на Киевской тогда Руси, на данной Руси, появилась Масленица? Будьте добры сказать, называть год. Так вот мы только что... Спасибо, Владимир, за ваш вопрос. Я поняла, но, в общем-то, мы на него, мне кажется, ответили. Послушать начальника транспортного цеха, да. Ну, в общем, год назвать невозможно, потому что это не праздник... Да, не праздник, который установлен был Петром Первым или там Владимиром Святым. А сказать о точной дате мы не можем. Вот, кстати говоря, моя любимая часть про Масленицу. Наши предки называли ее Комоедицей. Почему? Ну и нельзя не сказать про то, почему первый блин-то комом. Ну, это, наверное, что-то из области народного фольклора, такой народной этимологии. Есть история про Комоедицей, первым блинкомом. Комом в смысле медведем. Что, значит, в некоторых диалектах комы — это медведи. Они у хозяйки, руки кривые. Да, и, значит, есть такая традиция. Медведю в качестве выкупа за похищенного человека, в качестве выкупа за солнышко или в качестве выкупа за весну вручать блин, таким образом, значит, выпускать весну на волю. Но, опять же, это все такая народная этимология. И достоверно об этом я, ну, во всяком случае, моей компетенции недостаточно для того, чтобы сказать, что так было или не так. То есть год назвать Виктором ты сейчас не готов, когда первый медведь проснулся и ему дали блин. Вы же поймите, да, чем глубже мы погружаемся в историю, тем меньше у нас письменных источников, и тем менее достоверно мы можем о чем-то говорить. Более-менее достоверно о масленичных традициях можем говорить в середине XIX века, когда они начинают фиксироваться. Когда мы видим полотна Сурикова, там, взятие снежного городка, других художников, где отображаются сюжеты масленичные. Вот с этого момента мы можем точно фиксировать, как это происходило, и пытаться понять, с чем это было связано. Кстати, про эволюцию праздников-то, да, вот мы сейчас говорили о том, почему все у нас спрессовывается до воскресенья. Это вот как раз та самая тенденция, которую мы прослеживаем с вами и переживаем. Трансформации праздника от более сложного, комплексного, нагруженного смыслом события, к упрощенному такому и более, скажем так, светскому, более простому, что ли, да. Вот тут мне еще интересно, что изменит, если мы узнаем точную дату появления масленицы, что поменяется в нашем, не знаю, понимании этого праздника. Конечно, интересно, но принципиально ли? Я думаю, что мало что это нам даст, и тем более, что это такая история плавающая, потому что мы сейчас тут весь эфир, мы ходим вокруг этого. То, что праздник изменяется, он не стоит на месте, да. Я думаю, что если мы будем копать еще глубже, там, за античность, да, куда-то там, в ранний железный век, в эпоху бронзы, мы наверняка сможем прослеживать какие-то солярные праздники. Но там, кроме, там, допустим, данных по археологии, когда находят сосуды с, ну, как их интерпретируют ученые календарями, сказать, какой смысл вкладывали, еще сложнее. Но это все равно будут какие-то предшественники пра-пра-пра-дедушки, той самой Масленицы. Если мы точную дату назовем, мы, во-первых, ничего не изменим, а, во-вторых, эта дата будет очень-очень условная. Потому что какая Масленица? Масленица, опять же, я говорил, да, там, 19 века, Масленица, там, допетровская, Масленица какая-нибудь, там, середина 13 века, они будут совершенно разные, с разным смыслом. Тем более, не говоря про языческую Масленицу. Ну, началась широкая Масленица, мы об этом уже сказали. Впереди у нас три дня, да, сегодняшние. Мы уже не считаем тещины вечерки, заловки на посиделки и проводы, собственно, да, прощенный день еще мы ее называем. Вот что в эти дни нам нужно сделать, пока еще время есть, и можем подготовиться. Давайте по порядку. Давайте. Тещины вечерки. Тещины вечерки – это ответный визит тещи к зятю. Значит, в среду у нас была лакомка, и зять ходил к тещи, а, соответственно, в пятницу теща идет к зятю, и зять должен встретить любимую маму. Но правильно ли я понимаю, что готовить при этом все равно должна дочь, собственно, у той самой... Да, конечно, конечно. Нет справедливости в этом мире совершенно никакой. Почему? Они же ходили в гости в среду. И потом нужно, так сказать, уважить старшего родителя в роду, надо показать свое мастерство свое, как хозяюшке. А заловки на посиделке дальше идем. Суббота. Слово такое тоже уже ушедшее из современного обихода. Заловка – это сестра мужа. По той литературе, которую я читал, на заловки на посиделке собирались родственницы со стороны мужа, если их не было, то девушки со стороны невесты, уже жены. Это тоже была такая вечеринка. Если в пятницу, допустим, это была вечеринка с родителями, то здесь уже была вечеринка без родителей. Дальше все интереснее и интереснее становится. Проводы или прощенные дела? Прощенное воскресенье, да, это, собственно, апогей праздника, кульминация. Почему проводы? Потому что проводят в Масленицу, причем тоже не поленитесь, найдите там перед сном пару минут заглянуть в интернет, и посмотреть, как Масленица отмечается в Белоруссии, в Украине, в, скажем, русском Поволжье. Масленица – это такой стереотип широко растиражированный. На самом деле там был и конь, там был и покойник, и очень много эротических моментов. И все это, значит, подводилось к тому, что Масленица, которая, ну, некое чучело, которое могло быть антропоморфным в виде человека или любое другое, оно всячески на этой неделе, его пришествие праздновалось и привечалось, то в воскресенье с этим чучелом прощается, и как финал праздника его сжигали, либо разрывали, либо как-то иначе топили, закапывали, то есть передавали в иной мир с надеждой о возрождении. Мы уже поговорили о том, что, да, на этой неделе в том числе и сватались. А вот был какой-то обряд сватовства, как это происходило? Или пока просто знакомились? Ну, засылали сватов для того, чтобы договориться о выборе невесты, согласовать выбор невесты с выбором родителей, что немаловажно. Да, мы говорили, что где-то там свобода какая-то была, но тем не менее решающее слово было, конечно же, за отцом, за главой семейства, главой рода. Потому что девушка, выходя замуж, она выпадала из рода, то есть она уходила в семью мужа. Причем тоже традиция универсальная, мы прослеживаем ее. И в европейских обрядах тоже там девушка уходит в семью мужа. И наоборот, соответственно, жених выбирал себе невесту как раз с той целью, что он в свой род приводит нового человека. Очень важно было слово старшего в роду, слово отца. Поэтому все вот эти подготовительные ритуалы, все эти согласования, они проводились на масленичной неделе, а уже на Красную Горку игрались свадьбы. Витя, центральная площадка масленичных гуляний в Одинцово – это традиционно Захаровская поляна. И я так понимаю, что студия «Живой истории Хронотоп» там тоже будет. Расскажите, что будете делать? Да, конечно, мы уже не первый год участвуем в Масленице в Захарово. Традиционно мы будем делать «Лагерь русских богатырей». Мне это слово очень не нравится. Почему? Ну, такая история. Слово «богатырь», оно заимствованное. Заимствованное из тюркских языков. Обозначает оно то же самое, что мы сейчас в него вкладываем. Это сильный, большой, крепкий воин. Но мне больше симпатично слово «дружинник». «Лагерь русских дружинников». Ну, «богатыри» – это просто такая мейнстримная штука, с ней бороться. Ну да, все сразу понимают, о ком идет речь. Да, да, да. Особенно дети. Да. Вот, значит, мы выставляем свою площадку обязательно. Там будут качели, карусели, там будет большая крепость, там будет грандиозное чучело-масленице, которое готовят представители местного Дома культуры. Они обещали, что это будет грандиозное просто чучело, огромное, сожжение которого будет видно со всех точек площадки, и мы ждем с нетерпением. Будет много интересного, всех ждем с удовольствием, несмотря на погоду. Осталось времени совсем чуть-чуть. Если память мне не изменяет, она мне не изменяет, в 10 часов начинаются праздничные гуляния, и где-то до 16 часов примерно будут продолжаться, по-моему, чучело сжигают в 15.40. Я по таймингу не могу точно сказать, но сожжение будет таким ярким моментом. Там режиссер подготовил специальную программу, так что будет интересно. А еще будет 2,5-метровая матрешка и огромный крендель 3 метра в диаметре. Это правда. Поэтому стоит съездить и посмотреть на все это обязательно. Ну и такой финальный вопрос, мне кажется, как раз он логично завершить сегодняшний разговор. Сейчас Маслениц пройдет, начнется Великий пост. Как было раньше? Что следовало после Масленицы? Я думаю, что перекликание и такое почти гладкое вхождение Масленицы в христианский календарь, оно связано с тем, что уклад был очень близок. То есть Масленичный праздник – это последнее такое раздольное время, время такого разгула, когда доедали последние запасы, кушали много, сытно перед началом полевых работ. Причем мы, если посмотрим, да, у нас на территории расселения славян, Украина, Россия, Беларусь, у нас посевной сезон начинается в разное время. И где-то начинали сеять практически сразу после Масленицы. Где-то, где снег не сходил, начинали все равно готовиться. То есть Масленицы – это такое преддверие перед тяжелой работой. Это последний праздник, когда можно расслабиться, погулять, и потом все, с понедельника на работу. То есть набраться силы, в общем-то, ничего не изменилось. Масленицу отгуляем и понедельник на работу, никуда не деться. Виктор, спасибо, что пришел сегодня к нам в студию, рассказал о Масленице. Пожалуйста, всегда рад, приглашайте почаще. Спасибо большое всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok